Это была обычная школьная работа. Ученики 40-й Рязанской школы в прошлом году провели краеведческий фестиваль, на котором рассказывали о знаменитых земляках. Одна из работ была посвящена Алексею Вайцину, последнему узнику Собибора. И не случайно в 2017-м Россию отстранили от участия в проекте реконструкции музея на территории бывшего нацистского лагеря смерти Собибор, что возмутило мировую общественность. Наша школа стала инициаторами, чтобы мы установили эту доску в память о таком замечательном человеке, как Алексей Ангелович Вайцин. Мы вышли на центр Холокоста, наши учителя там работали, также представляли нашу работу на конкурсе, для того, чтобы эта доска теперь находилась на этом здании. Алексей Вайцин был участником восстания на Собиборе, которое произошло 75 лет назад, но рассказывать об этом не любил даже своим родным. Собибор сам в лагере. Он сказал, я ногой никогда не вступлю больше. Я там был, мне этого достаточно. Ну, вспоминаю его рассказы, просто вдаешься в ужас. Но он рассказывал, не говоря все в подробностях, ну иначе люди в лагере там сходили с ума. В ноябре 2009 года, когда в Мюнхене начался суд над бывшим охранником фашистского лагеря смерти Собибор Иваном Демьянюком, Алексей Вайцин разыскал Дмитрий Плоткин, который тогда работал старшим помощником прокурора Рязанской области. Алексей Вайцин провел там полтора года. Он сортировал обувь, вот этих, он вспоминал вот эти детские ботиночки, горы детских ботиночек, которые оставались после детей. Его заставляли стричь женщин, которые отправлялись в газовую камеру. Он видел все. Он слышал гогот этих гусей, когда специально гусей завели и гоняли их по полю, чтобы не слышали крик вот этих людей, сотен людей, которые загоняли в газовые камеры. Благодаря фонду «Холокост» и другим благотворителям в Рязани на доме, где жил Алексей Вайцин, установили памятную доску. Я впервые в Рязани, и я почувствовала эту атмосферу какого-то удивительного добра, какого-то человечности. И я очень рада, я очень рада за дорогого Алексея Ангеловича, что вот эти люди здесь собрались, что у них чудесные лица, что они его помнят. Также в Рязани в Горьковской библиотеке открылась выставка «Холокост. Уничтожение, спасение, освобождение», посетить которую могут все желающие.